Всем привет! Вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си. Что это было? Меня зовут Олег Антоненко. Россия открыла новый фронт. Ее войска наступают в направлении Харькова и захватили несколько сел. Украинские власти говорят о тяжелой ситуации. Где идут бои? Какие цели у России на Харьковщине? И может ли Украина отбить это наступление? Обо всем этом мы поговорим с киевским корреспондентом Би-Би-Си Олегом Чернышом. В этом подкасте мы будем упоминать Легион Свобода России и Русский Добровольческий Корпус, которые признаны в России террористическими организациями и запрещены. Олег, привет! Рад тебя слышать. Приветствую. Прежде чем мы начнем разговор по существу, я прошу вас, уважаемые слушатели, подписаться на наш канал в Ютьюбе, поставить лайк этому подкасту, если вы именно там нас слушаете. Это крайне важно для его распространения. Теперь к ситуации в Харьковской области. Олег, расскажи, где именно наступают российские войска сейчас, что они уже захватили, где идут бои, какая ситуация? Наступление началось ранним утром 10 мая. Двигались вперед две группировки российских войск по двум основным направлениям вдоль больших водных препятствий. Первое направление – это вдоль Травинского водохранилища в сторону села Липцы, а второе – это по берегу Северского Донца в сторону Волчанска и немножко западнее от этого поселка. Буквально в первые же сутки удалось захватить около шести маленьких, совершенно таких, фактически безлюдных, пограничных сел на этих направлениях. А дальше вооруженные силы Украины, которые отошли, естественно, от линии границы, начали сковывать движения россиян и, в принципе, тормозить их на вот этих рубежах. И по состоянию на сейчас, то есть фактически за пять дней вот этого наступления, российские атаки несколько затормозились. То есть им не удалось продвинуться непосредственно в Липцы, и им не удалось полностью заходить в Волчанск. Хотя вот идут бои на северной окраине этого поселка. Ну, для понимания ситуации я предлагаю нашим слушателям, может быть, поставить на паузу наш подкаст, открыть карту, можно даже, например, какую-нибудь Google-карту, увеличить ее, вот Харьковскую область, там, где граница с Россией, чтобы вы понимали, о чем идет речь, это довольно удобно. Ну и, собственно, затем слушать нас. Так вот, смотри, если вот открыть карту, и из того, что ты рассказываешь, мне становится понятно, что, по сути, россияне наступают вот на двух направлениях, как ты сказал. Одно из них там, где Харьков ближе всего к российской границе, то есть, по сути, это направление, кратчайшее расстояние между Белгородом и Харьковом. А второе, чуть-чуть северо-западнее, у города Волчанск, ты его поселком, правда, называешь, там вроде 17 тысяч жителей было, ну, в общем, да, наверное, небольшой городок или большой поселок, да, и вот Волчанск, он находится очень близко от границы с Россией, а по ту сторону границы, в нескольких буквально километрах, известны из новостных сводок российские населенные пункты Шебекина и Новая Товолжанка, да. С этим связано то, что россиянам так важно сейчас захватить Волчанск. Или он имеет какое-то, я не знаю, важное стратегическое значение, например, для битвы за Харьков или для какого-то другого продвижения? Ты знаешь, это, ну, на самом деле, интересный вопрос. Естественно, у меня нет, как бы, ответа, что в голове у российского военно-политического руководства. Но да, первое, действительно, это, как бы, зеркальная ситуация той, которая была в прошлом году и в мае этого года, когда так называемые российские добровольцы РДК, Легион Свободы России, действовали по, в принципе, похожим направлениям, направления Новая Товолжанка и Шебекина, это первое. Действительно, то есть мы можем сделать такой вывод, что на этом участке границы есть, к примеру, удобные, ну, это очевидно, есть удобные места для перехода незаметного границы, для продвижения бронетехники. Я уже упоминал, что есть водная преграда, которая делает безопасным там фланг, если наступать вдоль нее и так далее. То есть, как мы понимаем, что так называемые российские добровольцы в прошлом году, что сейчас российская регулярная армия, они, в принципе, используют ту же самую местность, потому что она, видимо, удобна для, в общем-то, такого достаточно масштабного наступления. Это первое. Второе, какая цель? Ну, вот я общался с большим количеством и экспертов, и военных, которые там находятся, украинских, и с губернатором Харкетской области. У всех, на самом деле, разные догадки, почему именно там наступает Россия. То есть, первая догадка, которую, в принципе, озвучивал и сам Владимир Путин, это так называемое создание буферной или санитарной зоны. То есть, в общем, захватить определенный участок границы с Белгарской областью для того, чтобы не допустить в дальнейшем обстрелов Белгорода. То есть, как мы понимаем, Украина ведет обстрелы Белгорода и Белгарской области чаще всего из реактивной системы ГРАД, точнее, в таком чешском ее варианте, в Ампире называется, с дальностью около 40 километров. Ну, то есть, если там, скажем, Белгород, если я не ошибаюсь, в 30 километрах от границы находятся, то, получается, надо отодвинуть украинские войска вглубь на 10, а лучше там на 20-30 километров. То есть, создать такую буферную зону шириной в, скажем так, 20 километров. Это первый вариант. Но возникает тогда вопрос, почему наступает российская армия только на двух участках, если надо сделать такую буферную зону по максимальной длине границы. Есть третий вариант, который в последнее время, скажем так, активнее звучит из уст экспертов, не только украинских, но и зарубежных. Это то, что на самом деле направление на Липце, то есть ближайшее направление Харькову, является для России не основным и отвлекающим, а главное направление удара, это именно Волчанск и движение южнее Волчанска. Дело в том, что южнее Волчанска уже начинаются логистические маршруты, которые крайне важны для группировки вооруженных сил Украины, которые держат Купенск. Это очень важный пункт, это город, который освободили украинские военные осенью 22-го года, город, который находится на реке Оскол, город, который уже более чем полугода активно пытается захватить назад российская армия, но безуспешно. Так вот, российская армия сейчас находится на восточном берегу Оскола, а если ей удастся, двигаясь от Волчанска южнее, выйти на западный берег Оскола, то, как мы понимаем, это будет фактически окружение Купенской группировки ВСУ, и, соответственно, там будут решаться вопросы или отхода, или, в общем, изменение диспозиции на этом участке фронта. То есть, вот я слышал в последнее время именно такую версию, что основная цель это именно захватить Волчанск и, двигаясь дальше, взять под огонь или, опять же, перерезать логистические маршруты Купенской группировки вооруженных сил Украины. Вот, мне кажется, такая версия имеет право на жизнь. Да, Купенск находится тоже, опять же, если мы смотрим на карту, ближе к Луганской области, то есть, юго-западнее Волчанска и юго-западнее Харькова, да, то есть, по сути дела... Юго-восточнее. Юго-восточнее, да, прошу прощения, юго-восточнее. Прежде чем мы еще подробно поговорим о других целях этого наступления, я хотел бы все-таки с тобой остановиться на том, почему все-таки, как кажется, столь быстро российские войска захватили эти несколько деревень. И, позволю себе процитировать, командира украинской разведроды, который принимал участие в освобождении Харьковской области в 1922 году, Дениса Ярославского, он в соцсетях написал, цитирую, «Первой линии укреплений и мин просто не существовало». Это он про Харьковскую область, естественно. «Враг беспрепятственно проник в серую зону через линию границы, которая, в принципе, не должна была быть серой». Конец цитаты. Вот почему, как кажется, россияне довольно быстро захватили почти с десяток сел, ведут уже уличные бои в Волчанске, судя по некоторым сообщениям. Ведь, по сути, все знали, что наступление будет. И ты упоминал речь Путина о том, что, может быть, мы создадим там санитарную зону. Эта речь была, если я не ошибаюсь, еще в марте. Да, ну и даже в прошлом году он упоминал о санитарной зоне, абсолютно вероятно. Так вот, почему получилось, в общем, беспрепятственно пойти к границу? Я в этом контексте хотел бы процитировать даже не Дениса Ярославского по всему уважению, а украинского военного корреспондента Юрия Бутусова, который также находится в Волчанске и, в принципе, поехал в этот регион, чтобы разобраться в ситуации. Так вот, он говорит о том, что минные заграждения на этом участке границы были, но они были установлены каким-то странным образом, то есть, они препятствовали только движению бронетехники. А Россия заходила пехотными группами небольшими, которые, в общем, беспрепятственно прошли через эти минные заграждения и начали атаковать Волчанские и соседние поселки. То есть, он задает вопрос, а в принципе, кто-то понимал, как противодействовать пехоте, а не бронетехнике? Это первое. Второе, он упоминает, что действительно каких-то мощных фортификационных сооружений вокруг Волчанска не было. Это можно объяснить тем, что Волчанск находится всего лишь в пяти километрах от российской границы и понятно, что российские военные просто не дали бы беспрепятственно украинским инженерам сооружать какие-то мощные фортификации. Это, в принципе, не секрет, что они обстреливают и гражданские машины, которые пытаются помочь копать окопы или делать какие-то бетонные укрепления. В общем, создать мощную линию бетонных укреплений на такой близости от границы было невозможным. Это признает и Бутусов и Денис Ярославский. Другой вопрос, почему эти укрепления были созданы, но созданы немного дальше в глубину украинской территории и не учитывали рельефы местности. То есть, я объясню, на вот этом участке фронта есть не только низины, вот, например, Волчанск находится в низине, он такой на обеих берегах речушки Волча и как бы такое низкое место, но рядом с ним и западнее есть, в принципе, высоты, на которых можно было разместить наблюдательные посты, окопные сооружения и другие фортификационные мощные укрепления. Но, по словам Бутусова, почему-то они там не сделаны, они находятся рядом, но в менее удобных местах, скажем так. Опять же, я не имею возможности проверить это, безусловно, на месте, так это или нет, но каких-то оснований не доверять его словам у меня нет. Поэтому возникает опять же вопрос, насколько качественно и профессионально украинские военные вместе с гражданскими администрациями подошли к вопросу обустройства укреплений на Харьковщине, в Харьковской области. Напомню, что, в общем-то, с начала года президент чуть ли не в каждом обращении подчеркивает важность построения фортификаций, он лично ездит по фронту, инспектирует и особо хвалил фортификации именно в Харьковской области. Буквально 9 апреля он посещал этот регион и вместе с губернатором Олегом Сенегубовым, в общем, они инспектировали эти фортификации и, в принципе, хвалили и говорили, что Россия должна видеть, что мы готовимся, что мы готовы их встречать и так далее. Вчера я разговаривал с Олегом Сенегубовым. Он в российском контексте это называлось бы губернатор, в украинском законодательстве называется глава областной военной администрации Харьковской области. То есть, он отвечает за всю Харьковскую область. Так вот, Олег Сенегубов не то, чтобы перекладывать себе ответственность, он подчеркивает, что может отвечать только за последнюю, третью линию обороны. А вот за первую, которую беспрепятственно прошли российские военные, по его словам, несут ответственность только те украинские военные подразделения, которые стояли на этом участке границ. Ну, такая ситуация, в общем-то, не совсем понятна, кто за что отвечает, но по факту оказывается так, что те укрепленные линии обороны, которые показывались на фото и видео, которые инспектировала власть, они находятся дальше от границы, на расстоянии приблизительно 15-20 километров. Естественно, до них еще российские военные не дошли, и мы не можем убедиться воочию, насколько они крепки, насколько они усовершенствуют, насколько они, в общем-то, качественно сделаны. А вот те первые линии, которые оказались, в общем, не готовы, вопросов, почему они не готовы, много, а ответов, кто за это отвечает, к сожалению, нету. Ну, я так предполагаю, что есть все-таки нюанс и финансированием, и, собственно, профессионализмом украинских инженерных подразделений, которые отвечают за обустройство линии обороны. Да, еще ты упомянул очень важную деталь о том, что россияне адаптировались, да, то есть они не стали, как в первые дни войны, идти колоннами, да, по основным трассам. Да, да, абсолютно. Они, видимо, знали, где какие строятся там сооружения, знали, что эти группы могут обойти там по пересеченной местности, где нет минного заграждения. В общем, как бы это, с одной стороны, Украина не смогла это выстроить, не смогла даже минные, да, заграждения выстроить. С другой стороны, россияне как-то довольно быстро поменяли тактику и, в общем, какие-то достигли цели. Но вот по поводу целей мы с тобой обещали поговорить более подробно. Ты уже описал одну из целей, которая может быть, ну, такая большая и очень амбициозная после захвата Волчанска и отрезания Купянска. Но мне кажется, и я просто читал тоже разные мнения, не знаю, что говорили твои собеседники, что для этого у России просто недостаточной сил. В Харьковской области не сосредоточена настолько большая группировка, которая может решать такие задачи. То есть, более вероятной выглядит та цель, о которой ты тоже упомянул, Олег, это создание буферной зоны. Я проверил, действительно, по кратчайшему расстоянию от Белгорода до украинской границы 42 километра. Ну, то есть, если вот отодвинуть от этой границы, то, по крайней мере, вот этими системами вампир-чешскими, как ты говоришь, это такой вариант Града, добивать до Белгорода будет довольно сложно. Что еще? Какие еще могут быть цели у этого наступления? Ну, я хочу для начала сделать ремарку. Смотри, во-первых, ты прав. Сейчас Россия ввела, ну, очевидно, недостаточные силы для захвата и Волчанска, кстати, и движения дальше к Купенску. Но, не надо забывать, что резервы у России есть. По предварительным оценкам украинской разведки, это около 30-35 тысяч. Сейчас введено в бой всего лишь 10% на направлении Волчанска. Поэтому, для захвата Харькова, да, этого мало, потому что Харьков это громадный город-миллионник. Напомню, что рельеф этой части Харьковской области, вот между Волчанском и Купенском, очень своеобразный. Это практически такая территория, исполосована водными преградами. То есть, если взять под контроль или просто там уничтожить мосты на речках Оскол, Северский Донец, Волча, на водохранилищах, которые есть на этих реках, то, в принципе, можно вот изолировать этот район боевых действий и помешать противнику его удерживать. Поэтому, на самом деле, для операции по Купенскому направлению я бы не сказал, что российских сил так уж мало. Опять же, повторюсь, что по оценкам это около 30 тысяч, и если предположить, что поочередно они будут введены все на Волчанском направлении, я не исключаю, что им удастся продвинуться еще на несколько десятков километров и, в принципе, поставить под угрозу Купенский фланг украинской группировки. Это раз. Но, сделаю, опять же, ремарку важную. Все констатируют и отмечают, что темпы наступления существенно замедлились. Есть даже заявления о якобы стабилизации фронта на этом направлении. Мне кажется, они еще далеки, в общем, от реальности, но то, что замедлилось, существенно наступление, это как бы факт. И в этом контексте важно, это замедление, это уже остановка или всего лишь Россия готовится ввести просто дополнительные резервы и все-таки прорываться на одном из этих направлений. Вот это вопрос в ближайшие дни, мне кажется. Да, и еще одна возможная цель наступления, как мне кажется, мы ее не проговорили, о ней говорят и украинские официальные лица, и российские комментаторы, это, безусловно, отвлечение украинских ресурсов из Донбасса на защиту Харьковщины для того, чтобы ослабить там позиции Украины. Ну и, например, если ты перебрасываешь из Часово Яра подразделение, то россиянам становится там чуть легче. Вот насколько еще вот эта цель может быть важной для России? Это понимание, что у Украины довольно ограниченный людской ресурс, и ей приходится выбирать, где для нее более важный участок фронта. Безусловно, это проблема, проблема серьезная, проблема существенная, но на данный момент Генштаб военных сил Украины говорит, что для защиты Харьковщины использованы уже подготовленные резервы, то есть они были в оперативном резерве, эти бригады, насколько мне известно, две бригады, и их вот сейчас используют. Но, опять же, возникает вопрос, вот сейчас их может хватить для сдерживания российских войск, но если Россия увеличит численность своих атакующих подразделений на Харьковском направлении, сможет ли Украина ответить тем же, где она возьмет еще подготовленные резервы, то есть тогда действительно придется снимать с каких-то направлений на фронте, это, соответственно, может огореть определенные участки фронта, и, соответственно, дать России шанс продвинуться, например, в Запорожском или на Донецком направлении. Да, вот борьба резервов, безусловно, она важна, и тут, на самом деле, открытый вопрос, сколько у Украины сил, и хватит ли у России сил двигаться дальше в Харьковской области, или она все-таки поставила себе задачу просто держать такой вот очаг активности в пограничных районах и, в общем-то, скажем так, действовать на нервы, действовать психологическими операциями на украинскую власть. Кстати говоря, вот украинские власти назначили нового командующего, ответственного за Харьковскую оборону, да, вот за этот участок фронта, предыдущий, по-моему, тоже не слишком долго был на этом посту, почему это произошло, и может ли это помочь как-то Украине? Ну, по моим данным, предыдущий командующий, это действительно, он был полтора месяца на своей должности и Дюри Галушкин, он был снят с должности именно из-за того, что недостаточно качественно была организована оборона вот именно первой линии, не была прикрыта огнем линия обеспечения, то есть именно тот участок до границы, который включает в себя там минные поля, противотанковые рвы и так дальше. Вот. Новый командующий Михаил Деопаты, это очень, скажем так, известный и в какой-то мере даже публичный генерал, он раньше действовал на Херсонском направлении и по моему опыту общения и по известным характеристикам, это такой современный генерал, который не склонен, значит, к таким вот мясным штурмам, удержанием территории любой ценой, то есть он бережет личный состав, он пытается действовать гибко, он пытается не рисковать в ситуациях, где это неоправданно, поэтому я, например, не исключаю, что в какой-то момент украинские военные будут отведены из Волчанска, если будет угроза, например, окружения или там каких-то длительных боев, таких как в Бахмуте, которые не имеют смысла и только ведут к потере пехоты. Вот, поэтому посмотрим, да, эта ситуация неприятная, когда прям посреди обороны приходится менять командующего, но, скажем так, это лучше, чем держать на посту некомпетентного или неподготовленного руководителя. Да, ну вот по поводу ситуации. Несколько дней назад Нью-Йорк Таймс опубликовал интервью с главой украинской разведки Гур Кириллом Будановым, в которой он называл ситуацию на Харьковщине приближающейся к критической, говорил, что Россия начнет новое наступление к северу от Харькова, в соседней Сумской области. Что будет, если такое наступление состоится действительно? Как это повлияет на общую ситуацию? Ну, немножко позже Буданов в эфире украинского национального телемарафона несколько смягчил свои формулировки, он там уже как бы сказал, что ситуация может быть критической на Харьковщине, но пока этого нету и так дальше. А касательно Сумской области, он говорил, что мы видим там активность россиян, вот, но пока что как бы не видим прям, что нападение произойдет там с минуты на минуту и так дальше. Так вот, да, на границе Сумской области я тут сделаю ремарку, опять же, на направлении российского поселка Теткино, который, если ты помнишь, тоже был под атаками уже упоминавшихся нами добровольческих подразделений, которые действуют в интересах Украины, скажем так. Так вот, на вот этом направлении Теткино с российской стороны и Белополье в Сумской области с украинской стороны есть определенная российская группировка, она еще меньше по размерам, чем та, что действует на Белгарской области, но по пониманию и Буданова, и по прогнозам военных экспертов, действительно, она может попытаться перейти границу и начать наступление, но я думаю, это будет возможно только в том случае, если вот эта ситуация на Харьковщине станет действительно критической, при условии, что российские военные проломят оборону украинцев около Волчанска или около Липцов и Украина бросит все резервы именно на это направление, чтобы сдержать их и не дать россиянам дойти до Харькова или там до Купенска, в этот момент, я так предполагаю, Россия попробует нанести еще один удар на стыке Сумской и Харьковской областей для того, чтобы полностью развалить оборону военных сил Украины на этом участке. Пока что, опять же, это не вопрос ближайших часов или дней, по моему мнению, это. Ты уже сказал, что группировка российская в Белгородской области, которая атакует частично и готова атаковать, насчитывает 30 тысяч, а в Сумской области там что-то около 10 тысяч российских военнослужащих находится. Да, да, 11, максимум 15, да, то есть, ну, как мы понимаем, это для движения в глубину территории это недостаточно, но опять же, если будет такая ситуация и российская власть увидит, что Украина бросила все свои резервы на Харьковское направление и фактически нечем уже обороняться на других направлениях, я думаю, они попытаются воспользоваться этой ситуацией. Подчеркну, что пока что на это ничто не указывает. Смотри, тогда мой последний вопрос, он связан с тем, чтобы понимать более широкую картину, да, все говорят о том, что Россия начнет какое-то большое наступление в конце мая или же в июне. Вот то, что происходит сейчас в Харьковской области, если рассматривать в контексте этого наступления возможного, это что, некое начало уже, подготовка, прощупывание слабых мест или как можно вот в таком контексте это оценивать? Ну, мое мнение, да, что это вот началось такое анонсированное большое наступление и, соответственно, Россия прощупывает, где в дальнейшем можно будет прорываться, где можно будет кинуть больше сил на каком направлении, но вот, да, это начало большого наступления. То есть, это не то, что все ожидали, там, Донбасс, да, движение на Славянск-Купинск, то есть, это может быть где угодно это большое наступление, вот, Россия выбирает эту самую точку, где нанести основной удар, где продвинуться. Да, ну, мы с этими образными категориями, вот, есть, я не знаю, там, нитка, да, и есть, образная, несколько участков, где она может порваться. Это Часовьяр, это Волчанск, это Лепцы, вот, и Россия трет, трет, трет все эти три участка, и какой из них будет ближе к тому, чтобы, в общем, разорваться, туда и она и бросит все свои основные резервы. Ну, такая картина может быть. Олег, огромное тебе спасибо, как всегда, очень ясный, понятный, обстоятельный рассказ о очень важной теме. Я беседовал с киевским корреспондентом BBC Олегом Чернышом, подписывайтесь на нас на той платформе, где вы слушаете подкаст, что это было. Меня зовут Олег Антоненко, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok